Мы живем в период расцвета общества потребления, и именно поэтому зачастую требуем от окружающих нас гаджетов нечто большее, чем просто выполнение базовых функций. Нам не нужен просто качественный ноутбук для работы или развлечений. Нам нужна огромная мощность в ультратонком корпусе и при этом стильном дизайне. Мы хотим, чтобы наши друзья, глядя вот на такой ноутбук, говорили Вау! Какой он крутой! И вот под эти описания подходит новый продукт от компании Asus. Всем привет, меня зовут Гарольд, и это обзор на ZenBook S13 UX392FN. Знаете, на днях ностальгии накрыл и решил пересмотреть «Ластелин колец» и вот поймал себя на мысли, что если бы эльфы из Ревенделла делали бы ноутбуки, то вот они были бы похожи на нашего красавца. Крайне приятный алюминий снаружи с традиционным круговым узором Zen и вот такой благородный серебристо-голубой оттенок внутри, который производитель так и назвал. Утопия Blue. Гош, слушай, а про эльфы это не перебор? Ну я не знаю, у меня правда такие ассоциации были и причем я вот на крышку на это смотрю и понимаю, что вот наклейки клеить точно не хочу. Первое, что очаровывает новым ZenBook, это конечно же дисплей. При этом не нужно быть семипядей во лбу и разбираться в современных технологиях или ноутбуках, чтобы понять насколько прекрасен этот экран диагональю почти 14 дюймов. При этом говорить о цветопередаче даже как-то пошло, потому что на аппарате подобного калибра она по умолчанию первоклассная. Я действительно был покорен тем, что у дисплея практически отсутствуют рамки. По бокам у нас отступы всего лишь два с половиной миллиметра и за счет этого удалось сделать беспрецедентный по площади экран. Он занимает 97 процентов поверхности. Утолщается рамка только верхней части над экраном, где расположилась веб-камера. В общем, Asus сделал нам ноут с диагональю 13,9 дюйма, но в гораздо более компактной форме на фоне своих предшественников. Вообще компактность это отличительная черта всей линейки ZenBook, но конкретно наш UX392 качественно отличается от своих предшественников и конкурентов. Его вес составляет 1 килограмм 100 граммов, а толщина корпуса менее полутора сантиметров. Он всегда может быть с вами, потому что помещается практически в любую женскую сумочку, ну как мне кажется. Ну и совершенно точно в любую мужскую сумку или рюкзак. Что касается его начинки, то здесь у нас Intel Core i7 восьмого поколения с тактовой частотой до 4,6 гигагерц, оперативка до 16 гигов и дискретная видеокарта Nvidia MX150. Играть самые последние геймерские хиты на нем не стоит, поскольку он для этого не предназначен. Но вот редактировать фотографии, монтировать и рендерить видеоролики запросто. Ну а еще S13 у нас хладнокровный парень, два встроенных вентилятора, берегут его от перегрева, а экранный шарнир, который приподнимают ноутбук во время работы, улучшает циркуляцию воздуха. Помнишь раньше, когда в детстве смотрели какие-то фильмы на ноутбуке, всегда только две проблемы было? Либо ноги затекают, ну либо жарят через одеяло. Ну если два часа показатель, то все было нормально. Еще один приятный бонус — это поддержка технологии Windows Hello. Больше не нужны никакие пароли, потому что компьютер узнает вас с помощью отпечатка пальцев, который встроен в тачпад, ну или же распознает по лицу через веб-камеру. Как по мне, ну очень приятное дополнение. Ну и тут вы, наверное, спросите, слушай, вот эта вся элегантность в ультратонком корпусе, а насколько это технически надежно. Так вот, отвечаю, что ребята из Asus серьезно заморочились и отдали новый ноутбук на лабораторное тестирование по военным стандартам США. Ну то есть подобные тесты проходят все оборудование, которое потом отправляется в армию США. И где его только не испытывали? И на высоте, и при экстремальных температурах, и при аномальной влажности? Ну, конечно, мы с вами понимаем, что в этом есть определенный маркетинговый ход, но звучит очень круто, как ни крути. Гош, слушай, давай в стенку кинем. А пивом обольем? Да хоть в морозилку засунем. Слушай, ну сэмпл, я понимаю, ну американцы тестировали, ну а почему мне его уже насиловать нельзя? Asus UX392 это действительно дорогой аппарат, но за эти деньги мы с одной стороны получаем мощнейший ноутбук, который соответствует высочайшим мировым стандартам, а с другой стороны все это в облике очень стильного аксессуара, где продумана каждая деталь. Его начинка и дизайн будут актуальны на долгие годы вперед, и именно поэтому покупку нового Asus можно назвать долгосрочной оправданной инвестицией. На этом у нас сегодня все, спасибо за просмотр, актуальная цена, как всегда, в описании, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был Гарольд, чао! Субтитры сделал DimaTorzok